Энергетика является и будет являться на долгие годы, наверное, становой интересной темой для взаимоотношения стран. Я, знаете, на каком-то этапе сам лично задумался относительно того, что, если честно говоря, что такое ШОС и какая у него база, которая могла бы объединить сегодня в интересах все эти страны. И в моем понимании, в конце концов, случайно услышал о том, что в 2013 году был подписан такой документ. Но у нас интересно в стране, многие вещи говорят очень правильно, где и руководители страны можно поднять две руки и согласиться. Но вот вопрос исполнения всех этих хороших начинаний, они, к сожалению, желают быть лучше. Вот с исполнителями у нас тяжело в этом отношении. Ну и естественно, мы попытались вникнуть и поднять вот этот флаг. И Союзнефтегазинвесту было порочено быть ответственным секретариатом вот этой части создания национального энергетического клуба ШОС. И мы начали активно заниматься. Я думаю, что подготовили все необходимые документы, уже проговорили варианты финансирования, проговорили с некоторыми компаниями об участии. Хотя они не понимают, зачем это все нужно. Но я думаю, что и эта конференция даст возможность еще раз рассказать, для чего это нужно. Потому что я думаю, что энергетика была и будет объединяющим фактором в этом отношении, тем более это Восток. И буквально, будучи на одном из телеканалов России, была поднята единственная тема, а для чего мы идем на Восток. Вот что такое Китай, Россия, взаимоотношения и так далее. Правильно, неправильно, газ подписали, надо, не надо, хорошо или это плохо. Я единственное сказал, что страна растянута на 11 тысяч километров, и поэтому работать только на Запад – это неправильно. И слава Богу, Россия сегодня пошла на Восток. С огромнейшим опозданием, в моем понимании, лет на 10. Потому что я сам в 1999 году, будучи министром, инициировал нефтяное направление вместе с Казахстаном повернуть на Китай. Но, к сожалению, трубопроводное строительство началось 6 лет спустя только, когда уже Казахстан самостоятельно пошел, куда бы он хотел. А мы пошли все-таки на Китай. Трудно, потому что трудность составляет ресурсная база именно по нефти. По газу проще, потому что газа в России предостаточно. Вопрос только логистики, потому что газовый ресурс уходит на север, и логистика становится намного сложнее. Поэтому, а учитывая то, что, по крайней мере, в Китае перспективный дефицит по нефти где-то в 200 миллионов, это как раз говорит о том интересе энергетического сотрудничества на Востоке с Россией достаточно интересном. Мало того, что и транспортная логистика, она, например, намного выгоднее, нежели вести лес, то есть вести энергетику с Ирана, с Саудовской Аравии по морю и так далее. Вопрос единственный, что, конечно, России параллельно надо обратить внимание на создание достаточно ресурсной базы, для того, чтобы, выполняя все соглашения, долгосрочные за Западом, не провалиться на восточном направлении.